добрый день уважаемые зрители сейчас я еду с востока на запад по улице темирязева ранее уже делал небольшие съемки улицы темирязева и сегодня хочу посмотреть как выглядит улица войтурсенова пересечения улиц темирязева и байтурсенова в этой части города улица байтурсенова заканчивается посмотрел по карте оказывается нумерация домов начинается с нижней части улицы байтурсенова а верхней части улица байтурсенова заканчивается на горга и там получается тупик где-то ранее читал то что может быть будет пробивка улице байтурсенова но есть честно потом уже ничего про это не слышал по данной улице вот ездит примеру 11 маршрут троллейбуса с правой стороны здесь находится учебное заведение с левой стороны вот такие вот новые здания гарден парк in отель здесь правой стороны университеты ауэс дальше находится здесь технический университет имени садпаева ранее называли ну или может сейчас тоже называют политех сокращенно пересечения с улицы садпаева вдоль улицы здесь появилась велодорожка здесь вот точка отправки туристов по турам по алматинской области и так далее такая локация куда обычно вот собирают автобусные туры можно сказать что это что-то вроде как центр города куда удобно добраться отовсюду пересечения с проспектом абая о здесь положили новый асфальт пересечения с улицы курмангазы Здесь вот сделали выделенную полосу для велодорожек. Казыр осы Ахмет Байтурсын ол атында көшемен қаланың төменгі жағыны түсіп баражатырмын. Шевченко көшесмен байтурсын ол көшестен көлсі. Слышал, что здесь где-то есть дом-музей Ахмета Байтурсын ол а. Вот здесь вот с правой стороны находится, вот он Ахмед Байтурсын ол а. Муражае. Вот, никогда там не был, очень много раз слышал. Надо будет обязательно как-нибудь сюда прийти. Находится по адресу Ахмед Байтурсын ол 60. Здесь дальше уже будет светофорный перекресток с улицы Жамбыла. Также продолжается велодорожка вдоль дороги. Хочу напомнить, что раньше здесь по этой улице еще были трамвайные пути. Их начали демонтировать примерно в 2017 году, после нескольких аварий с участием трамваев. Вот, были горожане, которые были против этого, ну и, конечно, были, которые за. Но, кажется, большинство были против этого. Одно из прежних названий данной улицы, это улица Космонавтов. Здесь вдоль улицы находится очень много учебных заведений. А сегодня у нас 21 июня, и погода на улице очень переменчивая. То облачно, то вот солнышко вылезет. На улице сейчас 24 градуса тепла. По поводу пробивки данной улицы в верхнюю часть или в нижнюю часть, пока что неизвестно, непонятно, очень мало информации. Здесь вот находится пересечение с улицей Толиби. Относительно недавно вот здесь вот построили вот этот большой бизнес-центр. Пересечение с улицы Космонавтов. Здесь, видимо, идет какой-то ремонт тротуара. И люди вынуждены идут по велодорожке. Кажется, вдоль данной улицы будут обновлять тротуар. Здесь вот находится с левой стороны АЗС. Тут вот раньше с правой стороны было трамвайное депо. Сейчас не знаю, что. Вот здесь написано. Реконструкция зданий и сооружений Депо Эволушен Парк. Город Алматы. Видимо, что-то будут строить или обновлять. Здесь находится пересечение вот с улицы Гоголя. Реконструкция зданий и сооружений Депо Эволушен Парк. И улица Байтурсена упирается в улицу Макатаева. Макатаево сейчас одностороннее с востока на запад. Дальше уже по карте смотрю. Там какая-то промышленная зона. Вот здесь за зданием территория получается. В этой части не знаю тоже, будет ли пробивка в сторону проспекта Раимбек-Батыра или нет. Но маловероятно. Здесь такая большая территория промышленная. И все, вот здесь вот заканчивается улица Байтурсенова. Забыл сказать, что здесь вот находится Никольский собор вдоль Байтурсенова и Никольский базар вон там чуть ниже. Кстати, про Никольский собор есть отдельное видео на канале. Я делал небольшое видео про религиозные храмы города Алматы. Там можно будет посмотреть. А вообще сюда вот вернулся ради музея. Сегодня у меня как раз есть время. Решил вернуться и будет как бы логично показать данный музей. Ахмед Байтурсенова, Муражай и Е. Вот такой вот музей. Дом музея Ахмеда Байтурсенова. Здесь вот небольшой сквер перед домом-музеем и, соответственно, памятник. Ахмед Байтурсенова. Тут вот еще надпись, видите? Абайтурсенова, Муражай и Е. Видимо, это просто как бы, ну, сам дом. То есть, сам дом и есть музей. Там внутри дома что-то еще, я не знаю, есть или нет. Потому что дверь закрыта. Расписание там рабочее какое-то, ничего нет, не нашел. И когда откроется, тоже непонятно. Или вообще открывается ли. Позвонил по номерам, которые были указаны там на плакате. Никто телефон не взял. Без ответа. А так внутри как бы особо кажется ничего нет. Все пусто. Там внутри что-то там на стенах написано. Или наклеено, не знаю. Сложно было разобрать так. Окна грязные. Вот такой вот дом-музей. Продолжение следует. Азır Байтерсонов көшесімен үстеге көтеріп жатырмын. Тимирязев кушесы не болит, не болит, не болит, не болит, не болит. Габдулин кушесы. Габдулин кушесы. Сейчас хочу посмотреть, что там творится выше улицы Тимирязева. Так как ранее в начале видео я не смог туда повернуть, так как запрет. И нужно вот получается снизу проезжать сюда вверх. Здесь вот эти вот новые ЖК построили, уже ранее говорил. Появились разметки, парковочные места. Здесь получается улица Тупиковая наверху заканчивается на гор ГАИ. Ну или здесь здание полиции. Честно, здесь какая-то непонятная разметка. Вроде и развернуться можно, вроде и обогнать. Или можно выйти навстречу, но потом нельзя вернуться как-то. Ну ладно. Видно. И здесь шлагбаум, здесь ворота. Все. Тупик. Разворачиваюсь обратно. Здесь получается также частная парковка. Вот такое вот какое-то заведение строится. Здание, а слева новые ЖК. Вот. И будет ли в этом месте какая-то в дальнейшем пробивка улицы в сторону Сифулина. Или еще куда-то там выше. Непонятно. Пока что каких-то обновленных данных нет. Рахмет Сауболанс. Спасибо и до скорой встречи.